В Анапе заболеваемость онкологическими заболеваниями, по последним данным, немного превышает общекраевые. Связано это не только с миграцией в наш край, в наш город, но и с повышенными рисками онкологических заболеваний в регионах с солнечным излучением и другими факторами риска. Про факторы риска хочу сказать отдельно. Это курение, употребление алкоголя, инсоляция, то есть пребывание на солнце лучше все-таки ограничить до утренних часов и поздних вечерних часов. Все, что входит в здоровый образ жизни, нужно соблюдать. То есть это контролировать массу тела, адекватные физические нагрузки, здоровый сон, регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры. После 40 лет диспансеризацию проходят ежегодно. В профиль осмотра при диспансеризации входит сдача кала на скрытую кровь, анализ онкомаркер ПСА, это онкомаркер рака предстательной железы для мужчин, для женщин, прохождение маммографии. Уже после прохождения диспансеризации решается вопрос о дальнейшем дообследовании. Это очень актуально при раннем появлении рака. Необходимо знать симптомы тревоги. Если у вас эти симптомы появились, то есть в ближайшее время, срочно обратиться к врачу. Это такие симптомы, как немотивированная слабость, потеря массы тела, какие-то длительно незаживающие ранки или язвочки, которые ни с чем связать невозможно, извращение вкуса или какой-то необычный аппетит, тоже очень важный. У женщин это уплотнение молочных желез, то есть регулярная проверка молочных желез, и потом обращение к гинекологу с целью дообследования очень важно. Гинекологи у женщин берут мазки на онкологию сразу при первом посещении, а также мазочки на воспаление и другие женские заболевания. К симптомам тревоги еще относятся затруднения глотания, какой-то кашель, запоры, то есть что вы не можете связать с обычными заболеваниями. При появлении этих симптомов максимально быстро обратиться к врачу. У нас в Анапе есть центр амбулаторно-онкологической помощи. Если доктор, терапевт или гинеколог, или другой доктор подозревает онкологическое заболевание, вас направляют в этот центр. И в течение трех, максимум семи дней вам проводят полный медицинский осмотр с выполнением необходимых дообследований, взятий анализов, КТ, УЗИ. То есть по показаниям в центре решается онкологом вопрос и полное обследование человек проходит максимально сжатые сроки. После этого уже с этим пакетом документов вас направляют в край, в краевой онкологический диспансер. Лечение наши пациенты проходят и в Новороссийске, и в Анапе. То есть центр амбулаторной помощи оказывает и лечебные мероприятия, и диагностические.